эх маловат экран вот бы побольше все равно маловат маловато больше недостаточно уже лучше почти в самый раз вот это то что надо привет меня зовут лёха макликбес и я считаю что серьезное использование компьютера с комфортом возможно только при наличии большого дисплея страдать можно и на 13 и даже на 16 дюймах но один раз попробовав большой дисплей трудно возвращаться к маленькому без серьезной на то причины можно купить тот же iMac 27 или подключить существующий ноутбук к монитору и получить лучшее от двух миров если касаться тема моего канала и поговорить про мак то зачастую бывает очень непросто подобрать адекватный внешний дисплей понятно что можно купить дорогущий дисплей от apple или какой-нибудь lg ultra fine но обычно люди рассматривают более бюджетные варианты сегодня же я хочу убить двух зайцев одновременно показать один из вариантов как можно получить нормальный дисплей причем довольно бюджетно и заодно сделать что-то своими руками это интересно мне и на надеюсь будет интересно вам суть видео вы и так прочитали в названии ролика но почему же я решил заняться таким извращением мне в руки попал старичок iMac 27 дюймов судя по маркировке и компоновке внутренности примерно 2009 10 годов попросили посмотреть неисправный компьютер суть проблемы компьютер включается но дисплей остается черным и нет изображения причем на внешнем дисплее тоже проведя поверхностную проверку оценив суть проблемы и проверив диагностические светодиоды я пришел к выводу что вышло из строя видеокарта что для этого компьютера отнюдь не редкость учитывая преклонный возраст устройства было принято решение не рассматривать изначально нерентабельный ремонт вместо этого я извлек жесткий диск данными и фактически компьютер можно было выбрасывать но тут я вспомнил что иногда натыкался в интернете на таких же любителей странного как и я которые делали из старого iMac внешний монитор при условии работоспособности самой матрицы в этом к слову я не был уверен но решил попробовать эксперимента ради и контента для суть модификации заключалась в подборе контроллера дисплея с инвертором подсветки под конкретную модель дисплея для этих целей отлично помогают китайские братья с известного сайта алиэкспресс там предлагалось купить целиком весь комплект предварительно уточнив маркировку своей матрицы все удовольствие с доставкой мне обошлось примерно в три тысячи рублей за дополнительные деньги можно докупить пластиковый бокс и адаптер питания что делать совсем не обязательно о чем я поговорю подробнее позднее получив комплект я на соплях накинул его на снятый дисплей и вуаля я убедился что сама матрица рабочая а значит есть смысл этим заниматься дальше комплект входит фактически несколько плат основная с логикой для подключения дополнительная плата инвертор для питания подсветки матрицы а также плата управления с кнопками отныне это больше не красивая программно-аппаратное решение от apple это фактически сторонний дисплей а значит настраивать его придется через подобные кнопочные интерфейсы дальше потребовалось решить несколько задач во первых потребовалось понять где именно размещать эти компоненты внутри корпуса с учетом длины кабелей которые к слову не очень-то и большие для этого я разобрал компьютер и снял все что мне будет мешать или просто не нужно я извлек материнскую плату с видео адаптером dvd привод и кулеры пока решил не трогать чтобы сильно не менять развесовку кулеры пока не запитывал но решил понаблюдать за работой дисплея и в случае сильного перегрева подумал возврате кулеров в цепь питания для работы следующей задачей было запитать компоненты продавец на али предлагал своему решению докупить адаптер питания на 12 вольт 5 ампер но мне не понравилась эстетика данного решения при котором от будущего монитора будет отходить некрасивый кабель с блоком питания фактически на этом этапе я мог сделать как большинство людей используют эти комплекты подключения повесить все на соплях вывести два кабеля наружу и так и оставить работать она будет и так но хотелось бы немного больше эстетики и чуть меньше колхоза хотя колхоза тут хватает и так поэтому я решил использовать штатный кабель питания аймака и его же штатный блок питания почитав документацию я нашел нужные мне выводы служебного питания на 12 вольт и решил использовать их взяв кабели и клеммы таким образом я подвел питание припаяв нужные кабели контроллеру дисплея я подключил их на клеммники и таким образом все запитал далее мне пришло в голову еще одна мысль на аймаке штатно есть кнопка включения и я решил припаяться к контроллеру управления с кнопками таким образом чтобы мой будущий дисплей включался и выключался через штатную кнопку питания аймака я припаял нужные кабели концы опрессовал и поместил их клеммники получилось достаточно аккуратно что касается самой платы с кнопками управления то мне не хотелось сверлить большое количество отверстий в корпусе компьютера и каким-то образом ее туда колхозить и тут мне пришла классная мысль разместить эту плату и закрепить ее на штатных местах тех местах куда изначально вставлялась оперативная память таким образом в случае необходимости к этим кнопкам всегда будет доступ просто сняв нижнюю дверку для азу но в реальной жизни часто настраивать монитор не приходится и чаще всего эта дверка будет закрыта поэтому все будет красивенько но и осталось самое сложное для меня максимально симпатично вывести порт hdmi для этого я решил использовать короткий кабель мама папа от you green а также угловой переходник также мама папа для hdmi я вероломно проковырял два отверстия с помощью шуруповерта и сверла а дальше долго и муторно допиливал отверстия напильниками зафиксировал порт внутри и нещадно залил его термоклеем внутри это выглядит совсем не эстетично уж извините термосопли они такие но снаружи выглядит достаточно симпатично а главное держится более-менее надежно основные платы я закрепил с помощью двухсторонней 3м ленты и дополнительно прихватил на термосопли не уверен что это решение будет очень надежным но посмотрю как будет работать крайнем случае теперь не так долго разобрать этот аймак добраться до нужных плат и придумать более надежное крепление кстати я уже жду в комментариях хейт на тему того что термоклей это вообще не технологично в итоге с какой-то макере я закрепил все компоненты внутри соединил все необходимое после чего проверил что все работает я почистил стекло дисплей и все закрыл теперь я получил дисплей в не самом компактном но все еще довольно привлекательном алюминиевым корпусе сама матрица с разрешением 2560 на 1440 технология IPS с невыдающейся но достаточной яркостью и приличной картинкой отличный вариант для преобразования аймака который есть но по тем или иным причинам частично не работает думаю что и купить подобную модель с рабочей матрицей можно совсем недорого при этом работает сносно с любым маком который я тестировал а в дополнение к нему можно подключить что угодно по hdmi хоть игровую приставку тиви бокс или даже камеру единственный минус которым я пока столкнулся это то что не используются встроенные динамики и вообще в принципе нет никаких динамиков хотя hdmi упорно считает что звук на них вывести можно это все решается какими-то внешними динамиками либо попыткой распаять что-то внутри я пока этим не стал заниматься также естественно встроенная камера и микрофон тоже остаются неудел но я читал что при большом желании можно этот мод довести до каких-то более серьезных границ например сделать работающими те же динамики камеру и микрофон да хоть бы и вообще вывести тайп си для более современных компьютеров считаю проект довольно прикольным многие скажут что это колхоз я с ними в целом согласен но это интересный опыт благодаря которому я смог взять неработающее устройство и вместо того чтобы выбросить его на помойку дать ему вторую жизнь кстати говоря остались некоторые потрохат этого компьютера если кому-то нужны пишите отдам с удовольствием спасибо что досмотрели этот ролик до конца если он вам понравился то ставьте лайк пишите обязательно в комментариях как вам вообще такой проект нравится то чем я занялся или совсем я странный ерундой занялся и не надо было этим колхозом заниматься подписывайтесь на канал если этого еще не сделали вступайте в социальные сети маклик без а также присоединяйтесь к чату маклик без в телеграм ну и конечно читайте канал заметки маковода в том же телеграм спасибо за внимание и всего вам доброго как всегда я отдельно благодарю тех кто поддерживал и продолжает поддерживать мой канал на бусте имена этих замечательнейших людей прямо сейчас на экране эти люди помогают мне материально раньше других получают доступ к роликам а также мы вместе общаемся в элитном чате маклик без премиум подписка совсем недорогая всего 100 рублей в месяц если хотите присоединяйтесь ссылка есть в описании а бустером еще раз большое спасибо а